Я вернулся домой. У меня всё хорошо. Во взводе все живы-здоровы. Очень устал, но, надеюсь, честно отслужил. Он дома, в родном Белгороде. Но ещё неделю назад он защищал страну на передовой. Сергей Шевченко ушёл служить по контракту, когда ему было 67 лет. Любой нормальный человек понимает, что мы не прогнулись. И это правильно. И вот за это, наверное, стоило пойти. Позывной Эверест. Сергей Николаевич занимался альпинизмом 48 лет. Совершил более 70 восхождений на величайшие вершины мира. В общем, привык покорять неприступное. Прежде всего, альпинизм преодолевает же не гору, не вершину, а самого себя. Так, наверное, где-то и на службе, что надо уметь терпеть и преодолевать себя и те сложности, которые есть на службе. До службы он отдавал себя не только горам, но и семье. У него пятеро внуков, самому старшему 13, а младшенькому нет и года. Мы с вами кто? Мужчины. А мужчины? Не плачут. И ничего? Не боятся. И всех врагов? Победят. Они привыкли быть вместе, но в феврале 2024 года любимый дедушка уходит на СВО. Семье было сложно спокойно принять такое решение. У меня даже слезы навернулись, когда внук, которому 4 года, узнав, что этим летом я не поеду с ним на море, так заплакал, что дедушка с ним не едет. Ему, наверное, еще сложно понять, что такое служба. Но вот он так плакал, что я уже потом говорю, Вадимка, я обещаю, что мы еще с тобой поедем на море. Он пошел служить осознанно. В добровольческом штурмовом корпусе мужчине предстояло командовать взводом. Я, наверное, сделал самую замечательную карьеру на службе, потому что 45 лет назад, служа в Советской армии, старшим сержантом, я был заместителем командира взвода. И вот через 45 лет меня назначили командиром взвода. И я при всем отряде сказал, я надеюсь, что еще через 45 лет меня назначат, может быть, командиром отряда. Признается, было сложно. И физически, и морально. Но Сергей Николаевич справился со всеми задачами. Главное, и он, и его ребята во взводе остались живы. Подалили на прощание в ней шашку. Сказали, что это вот на память о взводе. Сказали, что возвращайтесь, но вот пока я дома. За время службы он ни разу не пожалел о своем выборе. Он четко знал, за что и за кого воюют. Мне удалось побывать в 42 странах мира. И я абсолютно без всякого пафоса говорю, что мы действительно великая, могучая, сильная, красивая страна, которая может противостоять вот этой мировому злу. Вот за это нужно бороться. Все это время Сергей Николаевич ощущал поддержку семьи. Мальчишек, ради которых он готов на все. Наш зять, боевой офицер, ветеран боевых действий, он получил за Чечню. И, наверное, хотелось, чтобы мои мальчики гордились не только папой, но и дедом. Дедушка, мы очень рады, что ты вернулся с фронта. Мы очень гордимся тобой и ждем тебя дома. И мы гордимся. Алина Корчагина, Антон Гребенников, Белград Медиа. Алина Корчагина.